А в моем образном рукоделии недавно появилась новая идея, новая кукла. Я ее назвала Чадо-мама, потому что она очень похожа на чадушек, которые я делала до этого на пупсиков. Пупсы-чадушки – это призыв ребеночка в семью. Когда я их делаю, сама не всегда могу определить пол пупсика. Наши дети предлагают свои версии и имена. Они часто присутствуют в процессе изготовления пупсов-чадушек и тем самым наполняют их своей детской энергией. Теперь я решила делать, собственно, и саму маму, потому что это образ мамы, в первую очередь, и счастливой женщины. Это такая женщина, которая помимо детей, помимо мужа, всех забот, дел, она вспоминает о том, что есть она сама, как человек, как женщина. Она вспоминает про свои потребности, что они у нее есть. Она любит себя, она ухаживает за собой, она балует себя, потому что состояние счастливой женщины – это именно тот момент, когда она любит в первую очередь себя, потом она эту любовь может генерировать вокруг себя. Чадо-мамы, они созданы как раз в помощь мамам. Они так где-то, наверное, будут стоять в уголке или в каком-то видном месте и напоминать о том, что есть ты, есть красивая, счастливая женщина. Некоторых мам, когда я делаю, у меня прям возникают такие образы яркие, и в одном из образов было то, что эту куклу нежелательно давать девочкам играть и вообще детям, потому что это неприкосновенная часть мамы, которая должна оберегаться и никем не должна трогаться. Это мамина вещь, это мамина кукла, и никто ее не должен трогать, потому как у мамы своей тоже должны быть границы, она их должна показывать, выстраивать, держать. Вот так. Если вы хотите приобрести мое рукоделие для себя или сделать душевный подарок своим близким, пишите мне на почту или в соцсети. Ссылка под видео.